Гонзо Киезет Гонзо Киезет Гонзо Киезет Он был открыт в Алматы в 2011 году. Пока это единственное подобное учреждение в Центральной Азии. Он рассчитан на 15 мест. Дети там лежат между курсами химиотерапии, проходят реабилитацию. Участие в этом благотворительном аукционе всех наших меценатов, всех наших казахстанцев и просто неравнодушных людей, я думаю, это только еще раз продлит на месяцы, на годы, жизнь ребенку, у которого стоит этот грозный диагноз рака. Волонтеры придумали такой проект. Известные алматинские художники вместе с детьми пациентами пишут картины. Все получилось 9 полотен. Они здесь, в зале, представлены на аукционе. А вырученные деньги пойдут на организацию прихосписи службы выездной помощи. Сейчас познакомимся с авторами картин, со взрослыми уже состоявшимися художниками и совсем юными. Удивительно, но эту картину написала 14-летняя девочка, у которой нет художественного образования. Валя Курилова. Год боролась с нейробластомой и в итоге победила. Болезнь отступила. С Валей вас сейчас познакомлю. Мы начали рисовать. Я приехала и посыпались идеей, что можно рисовать. Ну, я подумала, что можно рисовать, как бы, что-то связанное с домашним уютом, что можно, как бы, утром встать, попить чаю, прийти с работы, тоже попить чаю. Ну, вот так вот, начали рисовать акварелью. И получилась такая красивенькая картина. Это Жанель Жубанова, одна из художниц, которая участвовала в проекте. Вот ее картина «Натюрморт». Со мной занимался Миша. Я, то есть, с ним занималась ему 8 лет. Я поставила ему осенний натюрморт, бизантемы, яблоки. Вот, и мы делали маслом. Он сразу все понял и хорошо цвета смешивал, все-все-все. И что даже было, ну, не хотелось исправлять ничего, оставить все, как есть. Это был его первый опыт рисования? Да, именно маслом, да. Они не отличаются, наоборот, очень тонкие и все легко, все быстро понимают. И все тоньше как-то все чувствуют. В наше время, время упадка нравственной ценности, мне кажется, сейчас именно наша работа, она идет как на укрепление наших семейных ценностей. Ну, это просто дело для души больше. Я еще скажу, это святое дело. Если я здоровый молодой человек, почему мне не помочь человеку, который еще ребенок, и который не имеет возможности, скорее всего, его родители не имеют возможности ему помочь. Очень должны помогать другие люди. Ты понимаешь уже, что этот месяц может быть последним, да, у этого ребенка. И, в принципе, это нетрудно провести некоторое время с малышом. И, может быть, ты не изменишь мир тем, что ты поможешь. Но для этого малыша ты будешь всем миром. Он будет знать, что есть добрые люди, что есть у него друзья. Поэтому я думаю, что каждый человек в нашей стране должен помогать деткам, потому что они самые маленькие, самые беззащитные. И они, в принципе, еще не успели даже, знаете, как нагрешить, да, что-то плохое сделать. От них уже сваливается тут все. Наверное, лучше, чем сказала Арина Плохих, это волонтер хосписа. Вы только что видели ее интервью. Наверное, лучше и не скажешь. А закончить можно только цифрой. В Казахстане более 7 тысяч детей, которые больны раком. Лена Старостина, Гонзе Кейзет.